Донбасс Увидев камеру, местные жители бегут на улицу в чем есть. Журналисты сюда приезжают редко. Позиции украинской армии всего в километре от этих домов. Несмотря на такое соседство, с момента последнего объявления о прекращении огня, то есть с 9 декабря, здесь было тихо до вчерашнего дня. Артиллерия начала, видно, уже бить, потому что так, говорю, дом прыгал и все танцевало. Ну, вот видите, сами говорю, что люди в подвал не успели убежать. Сначала перемирия первый раз, да. Как это освободители могут приезжать и убивать нас? За что? От кого нас освобождают? Мы сидели в поребе, у нас пореб покосился, это невыносимо было. Потом, когда вышли на улицу, тут вообще страшно было. Все разбито, люди. Вот здесь два человека погибло. Вот здесь вот человек погиб с работы шел. Трое погибли, а больше десяти раненые. Машины не от ложки, затишье не ждали. Вывозили пострадавших, когда рядом рвались снаряды. Медлить было нельзя. Люди потеряли много крови. Вячеслав один из тех, кого срочно доставили в больницу. Осколками побило ногу. Руки прострелили осколками на откосе. От взрыва разрулись. Сказал, чтобы сын, жена одевались. Пошел открыл погреб. И только приготовились выходить. И тут во дворе бах и все. Частный сектор обстреливали весь световой день. Минометы, танки, гранатометы. От некоторых домов камня на камне не оставили. Во время артобстрела первым был разрушен вот этот дом. Одно прямое попадание гаубицы. От него остались одни руины. Каким-то чудом выжила хозяйка с тяжелейшими ранениями. Без сознания ее увезли в больницу. Охраняет разрушенный дом хозяйский пес. Заборы, как решето, пробиты осколками. Они и были основной поражающей силой. Олег рассказывает про соседа, которого ранило в живот. Ему самому повезло больше. Успел спрятаться в погребе. Вон в огороде, он воронка. Вот перед гаражом, что гараж. И вот сзади вас воронка. У меня овчар был, красавец, собачок. Вот ребята видели, знают. Я вот с ним гулял. И все, нету. Как только обстрелы прекратились, жители начали приводить в порядок подворье. Их дома оказались без света и газа. Еще и водопровод перебит. Аварийные службы работали на месте весь день. К ночи все обещали отремонтировать. Денис Давыдов, Вячеслав Черешко, Илья Репнин, Негина Искандарова, Первый канал, Донецк. Продолжение следует...